Меня зовут Яковлев Алексей, я представляю Инженерный Центр Ассоциации Развития Стального Строительства. Мы сегодня проводим очередной вебинар, посвященный внедрению нового ассортимента профилей. И тот, кто следил за нашими предыдущими мероприятиями, знает, что у нас уже были совместные программы с Lira Soft, с Tecla Structures. Сейчас представители этих компаний показали, как интегрированы эти новые профили в их программные продукты. Ну и, конечно же, мы не можем обойти стороной продукта Autodesk. Сегодня у нас совместный вебинар с представителем компании Прорубим. Максим Коцарт будет после меня давать презентацию, показывать те способы, с помощью которых можно интегрировать новые базы профилей в модели Revit, Advanced Steel и Robot Structural Analysis. И также у нас в конце будет небольшая презентация от компании Architect Design. Константин Конев представляет эту компанию. Компания занимается поставкой продуктов Autodesk. Каждый наш вебинар мы начинаем небольшим 10-минутным докладом, посвященным самому событию. Мы считаем это событие значимым, поэтому включаем этот доклад в начало каждого нашего вебинара. Событие мы считаем значимым, потому что достаточно долго весь рынок стального строительства был привязан к стандарту СТО и СЧМ, всем хорошо известному. И этот стандарт, так скажем, не предлагал большого разнообразия тех профилей, которыми мы пользовались. Поэтому мы сегодня рассказываем о том, насколько он был расширен в этом году. Итак. На экранах видно два документа. Это новые технические условия производства горячекатанных двутавров. Эти технические условия разработала компания Евросамбинка в этом году. Этих документов два. Я сразу объясню, что один из них был разработан непосредственно в развитии СТО и СЧМ. Назначение геометрических параметров профилей, которые указаны в этом документе, они были назначены в соответствии с той логикой, которая прослеживается в СТО и СЧМ. А второй документ – это двутавры нестандартных сечений. Я объясню, что подразумевается под этим. Этот документ был разработан с учетом тех тенденций, которые есть в мире и в Европе. Если кому-то известен стандарт АСТМ, то он, глядя на новые технические условия по нестандартным двутаврам, сможет много знакомых профиль найти. Немного статистики. Вот в эту таблицу сведены все профили по трем стандартам – СТО и СЧМ и двум новым техническим условиям. Как мы видим, изначально в СТО и СЧМ было 76 профилей, и сейчас новые ТУ развивают эту линейку до 215 профилей. В верхнем ряду указаны наименования. Б, Ш и К – это всем хорошо известные наименования балочных, широкополочных и колонных двутавров. Но появились в новых технических условиях еще новые типы двутавров. С – это свайные, У – это узкополочные, и Д – это среднеполочные двутавры. Как известно, в СТО и СЧМ верхняя граница класса прочности стали была С-375. Новые технические условия позволяют производить двутавры с классом прочности стали С-440. Преимущество применения более высокого класса прочности стали всем конструкторам известно. Это снижение металлоемкости каркаса, сокращение габаритов сечений конструкции. Немного расскажем о том, как уже применяются профили из новых стандартов в реальных объектах. Компания Евросин ТНК уже сейчас поставляет и отвечает на заказы по этим профилям, и причем поставляет их не только типовых длин 6-12 метров, но и, так скажем, под заказ, нестандартный длин. Мы хотели бы показать два объекта, которые являются нашими пилотными. Тот, который вы видите сейчас на экранах, это общественно-деловой центр в городском парке, квартале Риверпарк. Это три 18-этажных башни, которые объединены внизу двухэтажным стеллобатом. Как раз наши партнеры ЦНИИ и Кучеренко занимаются разработкой этого проекта. Как вы догадываетесь, наверное, это здание проектируется на стальном каркасе, и сейчас уже разрабатывается рабочая документация для этого здания. Справа показана спецификация стали несущего каркаса. Возможно, не очень хорошо будет видно, но все материалы, которые мы сегодня показываем, они будут доступны и сам вебинар в записи, и сама презентация. Вы можете убедиться в том, что в этой таблице указаны профили из новых технических условий, и некоторые из них из стали S440. То есть с помощью этого сортамента уже проектируют реальные объекты. Второй проект, который хотелось бы показать, это проект компании «Еврогрупп». Он выполняется тоже в рамках вот этого большого объекта «Риверпарк». Это многоэтажный паркинг. Как известно, одна из особенностей компании «Еврогрупп» – то, что они проектируют перекрытие с большими пролетами. Здесь мы можем видеть, что в пролет главной балки более 17 метров. Как раз эта балка была запроектирована с профилем 61B3A, который был взят из новых технических условий. Разработка этих технических условий – это всего лишь промежуточный этап в проекте нового ГОСТа. Вот аврогари чекатаны с параллельными гранями полок. Сейчас этот документ уже утверждается, и в новом ГОСТа будут указаны все профили, которые мы знаем из СТО и СЧМ, из новых технических условий, и туда будут добавлены еще дополнительные профили. Особенно выделим то, что значительно будут расширены ряды сечений типа B и SHA путем экстраполяции поднесущей способности, и добавлены новые колонны профиля с учетом выявленных закономерностей увеличения несущей способности. Увеличены группы 30К, 35К и 40К с 11 до 48 профилей. Вот эта табличка, она показана здесь для демонстрации того преимущества, которые дает проектируемый ГОСТ по сравнению с СТО и СЧМ. Но это преимущество показано на примере линейки 20Ш, 25Ш. Как мы видим, что в СТО и СЧМ между 20Ш1 и 25Ш1 ничего нет. В проектируемом ГОСТ здесь появляются сразу 6 профилей, и те, которые указаны в этой таблице красным, они уже есть в технических условиях, а те, которые отмечены синим, они появятся в итоговой редакции ГОСТ. Ну, примерно такая же картина наблюдается для каждой линейки двух табров, то есть не только 20Ш1 и 25Ш1, а для всех других в таком же объеме. Просто отметим, как одно из преимуществ разнообразия ассортамента двуторовых профилей – это технологичность соединения элементов конструкции. Часто при проектировании мы сталкиваемся с тем, что отсутствие разнообразия профилей в СТО и СЧМ, оно заставляет нас переходить, например, при стыке элементов вертикальной конструкции с двутавров одной линейки, допустим, как здесь показано, 40К2, на двутавр другой линейки 35К2. Это заставляет нас делать этот стык более насыщенным в плане дополнительных элементов, полтовых соединений и так далее. Вот справа показан запроектированный стык под те же усилия, только с применением новых технических условий, вернее сказать, с помощью ассортамента нового ГОСТ. Как мы видим, оба элемента, верхняя и нижняя, они принадлежат к одной линейке 30-х колонных двутавров. И мы сразу замечаем, что количество доборных элементов в этом узле сокращается, стык становится более технологичным, и с помощью этого мы можем выдержать габарит сечения колонны на всю высоту здания, если речь идет о многоэтажном здании. Отдельно хотелось бы сказать про ассортамент стальных электросварных труб. Тот документ, который вы видите на экранах, это технические условия, это не новый документ, это документ 2013 года. Почему мы о нем говорим? Дело в том, что в данный момент утверждается новая актуализированная редакция СП-16 стальные конструкции. Как известно, в текущей редакции, предыдущей, которой мы сейчас все пользуемся, на использование электросварных труб были наложены определенные ограничения. Следующий слайд показывает сравнение той таблицы, которая есть сейчас в текущей редакции. Это левая табличка. В ней показан выбор материалов для электросварных труб, в частности, мы видим, что есть ограничения по применению электросварных труб для конструкции группы конструкции 1 и достаточно серьезные ограничения по ударной вескости для использования электросварных труб для других групп конструкции. Справа показана табличка из нового СП. Сразу скажем, что в новом СП эти ограничения снимаются и требования по материалам для электросварных труб они приравниваются к листовому прокату. То есть вот этой табличке старой с ограничениями ее в новом пересмотренном СП не будет. Соответственно, мы считаем, необходимо информировать об этом сообществу инженеров, так как применение электросварных труб становится более доступным со снятием вот этих ограничений. На этом мой доклад закончен. Спасибо большое за внимание. Я готов ответить на все вопросы, которые возникнут. Вы можете задавать их прямо сейчас, можете задавать в процессе доклада моих коллег. Мы тогда ответим на них в конце нашего вебинара. Сейчас я передаю слово нашим партнерам из компании ProRubium. Максим Кацар расскажет об интеграции всех перечисленных сортаментов в продукты Autodesk. Revit, Advanced Steel и Robotics Racial Analyst. Давайте еще раз пройдемся по нашему плану. Что сделано? Реализованы технические условия? Где реализованы? В Revit, в Advanced Steel и в Autodesk Robot. Где скачать? Второй вопрос. Можно скачать на сайте ProRubium. Для этого необходимо перейти по ссылке. Ссылку вы можете найти в чате. Еще раз продублирую ссылку. Основной чат. Так. Хорошо. Значит, давайте перейдем на сайт ProRubium и рассмотрим организацию библиотеки. У вас по ссылке доступно три раздела. Стальной сортамент для Advanced Steel, для Revit и для Robot. Начнем с Revit. Перейдем по ссылке. Информация о загрузке. Вы можете увидеть, когда сайт был обновлен. Кроме того, можете выполнить навигацию по тегам. И, значит, хочу отметить, что для скачивания этого файла вам необходимо зарегистрироваться на сайте. После регистрации вам будет доступна ссылка для скачивания. Здесь, на странице вы можете найти описание. Описание содержит информацию о нормах, по которым выполнены в библиотеке. Можете найти информацию о для каких продуктов выполнено. И, что немаловажно, есть информация по установке. Значит, хочу отметить, что можно информацию по установке найти на сайте. Кроме того, после скачивания вам будет доступен архив. И в архиве есть текстовый файл с описанием всех необходимых действий. Я не буду тратить время на авторизацию. Я просто установлю со своего компьютера. Для этого архив ARSS Revit ZIP распакую в любую папку. На рабочем компьютере. И затем открою. Значит, у меня здесь находятся три папки. Первая папка содержит профили двухмерные. Далее папка с несущими колоннами. С каркасом несущим. И файл в ритми, в котором находится информация об установке. Давайте его откроем и посмотрим, что здесь написано. Для установки необходимо распаковать файлы из архива в каталог C, ProgramData, Autodesk, RVT 2017. То есть, рекомендую для установки воспользоваться каким-либо файловым менеджером. Потому что некоторые папки, с которыми мы будем работать, они являются скрытыми. В контексте Revit вы можете скопировать эти файлы либо в вашу локальную библиотеку, либо в любое удобное для вас место. Здесь в файле прописан путь к стандартной библиотеке Revit. Давайте найдем папку с каркасом несущим. Далее сталь. И в эту папку скопируем наши файлы. Хочу отметить, что помимо файла Revit, здесь содержится каталог типа размеров. Все-таки рекомендуется файлы не переименовывать. Потому что может нарушиться связь между семейством и каталогом. Скопируем файлы. То же самое сделаем для колонн. Откроем папку несущие колонны сталь. И скопируем колонны несущие. После того, как мы выполнили копирование файлов из архива в нашу локальную библиотеку, нам необходимо запустить Revit. Для чистоты эксперимента я создам новый проект на основании шаблона несущей конструкции. Стандартный шаблон. Он идет в комплекте поставки Revit. Опять же, семейство совместимо абсолютно со всеми шаблонами. Они выполнены максимально универсальными. Да, хочется отметить, что они заточены под русскоязычную версию. И адаптированы в первую очередь под русскоязычную версию Revit. В чем особенность, я объясню немножко позже. Итак, в проекте Revit вам необходимо перейти на вкладку вставка. Далее загрузить семейство и здесь выбрать несущие колонны для загрузки колонн и каркас несущий для загрузки стальных баллов. Давайте выберем несущие колонны, далее сталь для России и найдем наше семейство труб и двутавров, выполненные по ТУ. Я выберу ТУ 0.925, 0.936 и нажму кнопочку открыть. Появится окно выбора типоразмеров. Опять же, это стандартный функционал Revit. Вы можете выбрать те типоразмеры, которые вам нужны. Не обязательно загружать сразу все типоразмеры, потому что это в некоторой степени может повлиять на производительность Revit. Итак, выберем часть типоразмеров. Опять же, вы можете отсортировать по каким-то параметрам, допустим по ширине, выбрать типы, либо по толщине, рюбер жесткости, полок. Опять же, вот эти названия, которые здесь приведены, это названия параметров, они являются стандартными для Revit. Опять же, изменять их, переименовывать не рекомендуется. Значит, выберем типоразмеры и нажмем кнопку ОК. Revit выполнил загрузку. Для того, чтобы создать колонну, необходимо перейти на вкладку конструкция, колонна. И здесь, в выпадающем списке, мы можем найти типоразмеры, которые нами были загружены. Опять же, давайте создадим колонну и зайдем в ее свойства. В свойствах колонны мы можем найти информацию о форме сечения. Опять же, это стандартные параметры. Начиная с Revit 2017, а я хочу отметить, что данные семейства, они совместимы с Revit 2017 и выше. Как вы наверняка знаете, в Revit нет обратной совместимости. То есть, проекты, в частности, семейства, созданные в более ранних версиях, в более поздних, вы не сможете открыть, допустим, Revit 2015-2014 и так далее. То есть, эти семейства совместимы с Revit 2017 и выше. Значит, в свойствах типа есть информация о размерах, также информация о площади сечения, ну и, что немаловажно, о весе. Значит, эта информация может вам пригодиться для расчета спецификаций. Опять же, семейства выполнены максимально универсальными, чтобы какие-то дополнительные параметры и какие-то дополнительные настройки вам не пришлось выполнять. Также в семействе, в свойствах типа семейства есть информация о изготовителе, описание нормы и, кроме того, есть ссылка на сайт ARS, где вы можете найти информацию о последних новинках компании. Итак, на что хочу обратить ваше внимание. Для загрузки сортамента стальных балок, опять же, необходимо перейти на вкладку вставка, загрузить семейство, выбрать каркас несущий, сталь. Для России, ну, то есть, выбрать путь к файлу, если бы вы его распаковали в свою локальную библиотеку, вам необходимо было бы указать путь, собственно, к ней. Здесь выбираем нашу последнюю ТУ. Так, давайте посмотрим, где они у нас. Каркас несущий сталь для России. Каркас несущий. Так, выбираем нашу ТУ. И выполняем загрузку. То есть, порядок действий абсолютно такой же. Давайте откроем семейство и посмотрим, какие основные параметры в нем есть, на что стоит обратить внимание. То есть, если вы будете дорабатывать эти семейства, то есть, в принципе, они не требуют никакой доработки, но если вы захотите внести какую-то свою дополнительную информацию, на что стоит обратить внимание. Ну, прежде всего, начиная с Revit 2017, есть обязательный параметр, который называется форма сечения. То есть, этот параметр рекомендуется не менять. Значит, форма сечения определяет форму, группу, в которую относятся ваш, ну, допустим, в рутавр, труба, швеллер, уголок и так далее. Этот параметр необходим для корректной обработки вашего семейства внутри Revit и для корректной передачи из Revit в Advanced Steel и в Robot. Кроме того, в свойствах Revit есть параметр ключ имени сечения, который необходим для того, чтобы ваше семейство в дальнейшем корректно работало с узлами внутри Revit. Итак, это вот два основных момента, на которые я хотел обратить ваше внимание. То есть, рекомендуется не менять параметр ключ сечения и параметр формы сечения. Все остальные действия вы можете выполнять на свое усмотрение. Значит, это вот то, что касается Revit. Это еще раз порядок действий. Скачиваем файл с сайта, прорудим, распаковываем, заходим в текущий проект, выполняем загрузку. То есть, вот такой порядок действий. Значит, следующий этап. Рассмотрим работу с Advanced Steel. Давайте запустим Advanced Steel. Перейдем на сайт прорудим. У нас есть раздел, который посвящен Advanced Steel. Порядок действий такой же, как и Revit. Необходимо авторизоваться на сайте. Появится ссылка на скачивание. Далее необходимо скачать файл. После скачивания у вас на компьютере появится файл Advanced Steel. ЗИП, необходимо его распаковать. Давайте выпрямим. Извлечем текущую папку и выполнить инструкции файли Revit. Значит, для установки необходимо распаковать файлы из архива с заменой в каталог C. Program Data, Autodesk, Advanced Steel, Steel Data. Хочу отметить, что в случае с Advanced Steel база данных представляет из себя файл Microsoft Access. Значит, давайте выполним копирование. У меня уже открыт этот файлик. Тут вернее к папке. Выполним копирование с заменой в Advanced Steel. Если вы выполнили копирование при запущенной программе, необходимо перейти на вкладку установки и нажать кнопку обновить библиотеки, параметры. После того, как вы обновили библиотеки, вам необходимо, допустим, построить какой-то объект. Давайте создадим колонну. Вызовем диалоговое окно профиль. Значит, здесь, в этом окне, доступны перебил на вкладку «Все». И здесь у нас будут доступны параметры ТУ, вернее, нормы ТУ. Вот они, нормы ТУ 0.925, 0.16, 0.56. А также трубы по 13.81. Они немножко выше находятся. После того, как мы, ну, давайте выберем с вами норму ТУ. Выберем требуемый норматив и можем выбрать типоразмер. Давайте 15К1, например, да, выберем. Опять же, сортамент профилей совместим со всеми функциями Advanced Steel. Это может быть подрезка, это могут быть различные узлы. То есть, все инструменты, которые есть в Advanced Steel, они работают с новыми сортаментами. Опять же, нужно расстроить положение, нумерации. Ну, это уже, собственно, специфика работы с Advanced Steel. На данном вебинаре мы ее рассматривать не будем. Значит, опять же, хочу напомнить, если у вас какие-то вопросы есть, вы можете их писать в течение презентации, задавать в чате. Если нет, у нас останется время в конце, и я на них отвечу. После распаковки у вас появляются 4 файла. Файл README, в котором написано действие, необходимое выполнить для установки. Кроме того, у вас появятся в папке 3 файла. TU016 PRO, TU036 PRO и TU38 PRO. Значит, хочу обратить ваше внимание, что переименовывать эти файлы не рекомендуется, потому что у робота есть два основных правила в части именования базы данных. Первое, это имя должно содержать приставку, например, суффикс PRO, то есть профиль. И имя должно быть не длиннее 13 символов. То есть, это название базы данных. Опять же, внутри робота будет расшифровка, и, в принципе, вы разберетесь, не запутаетесь. Значит, давайте откроем файл README и посмотрим, куда необходимо распаковать эти файлы. Ну, cprogramdata, autodesk, structural, ну и так далее. Значит, у меня открыта эта папка. Я выберу три файла и скопирую их в эту папку. Далее, давайте откроем с вами робот. Создадим новый проект. Для этого воспользуемся шаблоном конструкция. Для подключения новых библиотек, новых баз данных с профилями ПТУ необходимо перейти на вкладку инструменты, рабочие настройки, далее базы данных и здесь выбрать пункт базы данных стали и дерева. Значит, у нас есть уже базы данных, которые настроены и подключены по умолчанию. Опять же, можно выбрать, например, шаблон Defaults. Опять же, для подключения необходимо нажать кнопочку добавить новую базу данных. Появится список базы данных сечений. И вот в выпадающем списке мы можем найти наши библиотеки ПТУ 016, 036 и 138. Опять же, это просто условное название. Если мы подключаем базу, выбираем, у нас появляется имя и далее полное описание, расшифровка. Нажимаем ОК. Давайте подключим с вами все базы и 138.1. ОК. Если вы распаковали не в ту папку, либо у вас робот установлен где-нибудь на другом диске, ничего страшного. Вы можете нажать кнопку просмотр и вот в этом окне указать путь к вашей базе данных. Хочу отметить, что базы данных хранятся в файле XML. После того, как мы подключили базу данных, мы нажимаем кнопку ОК. Давайте проверим, все ли корректно сделали. Для этого нажмем кнопку сечения стержня. Я удалю все профиля, которых нет в проекте. Нажимаем кнопку новое сечение в списке. Выбор базы. У нас доступны базы данных для бутавров, ТТУ, а также для труб. Давайте выберем ТУ 0925-016. У нас в описании есть полная информация. Далее выполнено разделение на группы. Мы можем выбрать, допустим, бутавры скополочные. И вот в выпадающем списке можем выбрать требуемый типоразмер. Нажимаем кнопку добавить. Вот у нас появляется в базе данных профилей именно проекта. То же самое можно сделать и для труб. Для труб у нас одна группа, но выбор профилей значительно больше. Опять же, выбираем сечения, далее применяем их к каким-то объектам конструкции и выполняем расчет. Вы после взаимодействия с архитекторами создаете модель Revit. Скажем так, на стадии КМ округлен. Создаете какие-то основные узлы типовые. Далее, эту модель отправляете в робот. Выполняете анализ. Опять же, вы можете отправить ее и в Advant Steel. То есть, у вас есть такая вот свобода действий. Вы можете выстроить свою последовательность проектирования, так как более удобную для вас. Отправляете модель, например, из Revit в робот. Выполняете анализ несущих конструкций. Например, подбираете сечение остальных балок, колонн. После того, как вы выполнили подбор сечений, вы отправляете модель обратно в Revit. В Revit вы получаете уже обновленные сечения, то есть актуализированные. И затем непосредственно приступаете к разработке либо КМ, либо КМД. Для этого вы отправляете модель в Advant Steel. Так вот, немаловажно, чтобы при отправке ваши сечения корректно передавались. Потому что если робот, например, при импорте модели из Revit не найдет сечения, он выдаст вам сообщение о том, что необходимо это переопределить. Это довольно-таки трудоемкий процесс. Если у вас есть большой список размеров в проекте, это может занять какое-то время. Так вот, на что хочу обратить внимание. Данные ассортаменты, они взаимосвязаны, актуализированы между собой. И, например, при передаче из Revit в робот, что необходимо сделать. Вам необходимо зайти в робот и выполнить подключение баз данных по ТУ. Если у вас эти базы данных подключены, то каких-либо проблем с передачей у вас не появится. То есть робот просканирует базы данных в ТУ и назначит сечение автоматически. То же самое касается и Advanced Steel. Значит, если вы передаете модель в Advanced Steel, то каких-то там запросов и требований переназначить сечение у вас тоже не появится. То есть это вот тоже такая немаловажная вещь, на которую хотел бы обратить ваше внимание. Да, еще на что хочу обратить внимание. В Revit 2017 появился такой инструмент, как соединение. Опять же, он пока работает только с американскими профилями. По-моему, еще с английскими и японскими. Там еще есть пару ассортаментов, с которыми он взаимодействует. Опять же, с чем это связано? С тем, что внутри семейства профиля находится метка сечения, по которой, собственно, Revit идентифицирует этот двутавр, трубу и так далее. Значит, мы добавили эти метки внутрь семейства. Надеемся, что в следующей версии Revit добавят и ассортаменты, то есть вот эти метки по ТУ, и мы, наконец-то, сможем в полной мере воспользоваться этим функционалом Revit. То есть мы выполнили такую предварительную подготовку. Ну, в следующей версии, по неофициальной информации, узлы будут работать и с нашими профилями. Итак, это вот тот порядок действий в контексте Revit, Advanced Steel и робота, который вам необходимо выполнить для того, чтобы воспользоваться профилями по ТУ, дутавровыми и трубами. Если у вас есть вопросы, давайте я на них отвечу. Если какие-то дополнительные вопросы в контексте взаимодействия с вот этими библиотеками, задавайте в чат. Так, у нас уже есть два вопроса. Подскажите, совместим ли данный сортамент с шаблоном стандарта BIM 2.0 в ТДС-комьюнити? Да, этот сортамент совместим. Повторюсь, он выполнен максимально универсальным. То есть вы можете организовать свою работу по разработке металлоконструкции без выполнения каких-то дополнительных настроек. Так, как отображаются семейства при низкой детализации со стороны полки стенки? Опять же, при низкой детализации семейство отображается в одной линии. В вашем семействе строка с именем сечения куста. Опять же, семейство, которое мы открывали с вами, это семейство, которое при загрузке в проект берет информацию из каталога типоразмеров. То есть при загрузке в проект этот параметр будет заполнен. Так, Данил Медведев. Работает ли новый сортамент с инструментом соединения в Revit 2017, позволяющий проектировать соединение остальных конструкций? Опять же, данный сортамент работает, но так как разработчики Revit не добавили ключи сечения по ТУ, они их не добавили в Revit, соответственно, он работает в таком полуавтоматическом режиме. То есть, если я использую, например, американские профиля и строю базу колонны, я выбираю колонну, нажимаю кнопку построить базу, и это семейство автоматически адаптируется под размеры колонны. То в случае с профилями по ТУ информация обстоит нескольким образом, а размеры не подстраиваются. Ну, опять же, это не наша недоработка, это недоработка разработчиков Revit. Просто наши профиля по ТУ еще не добавлены. Опять же, по неофициальной информации, в следующей версии Revit 2018, вот эти ключи, они, в принципе, уже использоваться не будут. То есть, Revit будет анализировать непосредственно геометрию вашего бутавра, трубы и так далее. То есть, в следующей версии, опять же, по неофициальной информации, соединения будут работать корректно. Пока они работают, но в таком полуавтоматическом режиме. Так, при переброске из робота в Revit семейство меняется на роботовское или меняется типоразмер внутри того же семейства. Опять же, при переброске из робота в Revit, если у вас есть внутри Revit подгруженные типоразмеры, например, у вас был бутавр 25-й колонный, после расчета в роботе вам необходимо использовать 20-й бутавр. И если 20-й бутавр есть у вас в проекте Revit, то он поменяется на семейство Revit. Именно в Revit 2018 или просто в следующем релизе? Если вы имеете в виду соединения, то следующий релиз это как раз Revit 2018. Как правило, это происходит в начале весны, марта-апреля. Так, да, экран включили, значит, обновление чата. Ну, это особенности работы сервиса, поэтому... Так, подскажите, пожалуйста, номер OmniClass, для чего используется, важно ли значение, которое заложено в базу? Ну, так как на данный момент нету каких-то, ну, скажем так, общепринятых нормативов по делению, да, то есть нету общепринятых нормативов для деления OmniClass, то установлено дефолтное значение, которое, в принципе, может быть в вами изменено и подстроено под стандарты вашей организации.